Каталония – это автономное сообщество Испании, знаменитые своими бесконечными, потрясающей красоты пляжами на побережье Коста-Браво, золотистым песком и мелкой галькой, горной цепью переней, зеркальными озерами, водопадами. Это старинный регион, настоящая сокровищница исторических и архитектурных достопримечательностей. Замки на берегу моря, готические кварталы и величественные храмы, идеальный пляжный отдых, потрясающая природа, изумительная кухня и хорошее вино. В Каталонию невозможно не влюбиться. Жители Каталонии также гордятся своей хорошей едой, и здесь можно найти одни из лучших ресторанов Испании. Сегодня я вас ознакомлю с кухней Каталонии. Каталонская кухня – это типичная средиземноморская кухня с некоторыми различиями. Поскольку регион настолько разнообразен географически, он обеспечивает разнообразие свежего, высококачественного мяса, птицы, морепродуктов, фруктов и овощей, а также большое разнообразие лесных грибов. Кальсоц – это сезонные традиционные блюда Каталонии, которые готовятся обычно с декабря по март. Это особый сорт лука, который обжаривается на открытом огне и подается соусом ромеско, который готовится на основе миндаля. Есть этот лук – дело слегка грязное, поэтому во многих ресторанах выдают специальный фартук, салфетку и перчатки. Верхний слой стеблей лука очищается, и сочную часть в середине можно есть с соусом ромеско. Поверьте, это очень вкусно. И еще один повод приехать в Каталонию зимой. Также достаточно часто лук кальсоц подается обжаренным в панировке. Это значительно облегчает его употребление, но вкус все же отличается. Это тоже вкусно, но я за традиционный вариант, несмотря на большую трудоемкость. А это блюдо называется Ботифара Амм Монгетес. Это фасоль с колбасой. Это очень любимое блюдо местных жителей. Колбаса называется Ботифара и готовится, как правило, из свинины. Обычно она обжаривается на углях. Состав классической Ботифары очень прост. Мясо, соль и натуральная оболочка. Но также бывает Ботифара с добавлением грибов, лука, сыра, пива, всего чего угодно. На подносе из металла запекают вымоченную соленую треску. Также типичное блюдо Каталонии. Называется Бакая Аляяуна. Вообще соленые трески в старину позволяло хранить ее длительное время и транспортировать на дальние расстояния. Еще одно блюдо Каталонии – это эскуделья. Это густой наваристый зимний суп. Обычно его готовят на рождественский обед. Из нескольких видов мяса и птицы. Колбас, овощей и особого вида макарон, который называется галец. И подается эскуделья в два приема. На первое – сам бульон с макаронами. А на второе – мясо и овощи, которые в нем варились. А это эскалевада. Это главное овощное блюдо Каталонии. Овощи целиком – баклажаны, сладкий перец, лук, помидоры – запекаются на гриле. Затем с них снимают кожицу. Нарезают, солят, сверху поливают оливковым маслом. Также могут дополняться тунцом или солеными анчоусами. Подаются либо на тестированном хлебе, либо просто на тарелке. Или, как вариант, с лососем. Как мы видим здесь, в одном ресторане, нам принесли эскалеваду, завернутую в кусочки лосося. Это было очень вкусно. А сейчас перед нами салат «Шато», в состав которого входят листья салата, треска, соленые анчоусы, оливки, консервированный тунец. Все заправляется одноименным соусом «Шато», который готовится из миндаля, лесных орехов, оливкового масла, перца, чеснока и хлеба. Это тоже очень вкусное блюдо. Простое, но очень вкусное. Здесь производят красные и белые вина, хорошего качества. А каталонские игристые вина, шампанское, которое называется «кава», любимые праздничные вина не только в Испании. В кулинарных традициях Каталонии, как и в перемечивом ландшафте края, нет единства. На побережье люди предпочитают рыбу, морепродукты, зелень. Ближе к горам отдают предпочтение мясу. Вообще каталонцы очень любят грибы. Причем не только есть, но и собирать их в лесу. Что в Европе достаточно редкость. А это блюдо называется «эс-кэщада». Это еще одно блюдо из вымоченной соленой трески. Которую здесь, как вы заметили, в Каталонии ее очень любят. Для эс-кэщады треску нарезают полосками или кубиками. Добавляют мелко нарезанный лук и томат. Заправляют оливковым маслом и уксусом. Также могут добавляться оливки. А это блюдо называется фидуа. Наверное, все знают, что такое фаэлья. Так вот, фидуа – это блюдо, которое очень похоже на паэлью. Но вместо риса здесь используется мелкая вермишель. Также используется меньше морепродуктов, и они уже очищены. И подается фидуа обязательно с соусом али-оли. Али-оли – это еще один типичный соус Каталонии. Готовится из чеснока, оливкового масла, желтка и иногда добавляется немного молока. Еще одно блюдо каталонской кухни называется канелонес. Это чем-то похоже на лазанью, но немного другой принцип приготовления. Это блюдо было привезено в Барселону итальянцами, но оно неплохо прижилось здесь и полюбилось местным жителям. А это, наверное, общепризнанный символ каталонской кухни – панкон томате. Хлеб с томатом. Хлеб слегка тостируется, натирается чесноком, свежим томатом, немного соли и оливковое масло сверху. Это очень простое приготовление и любимое всеми каталонцами блюдо. Теперь и мной также. Такой хлеб подается колбасам, сыру и другим блюдам. Очень простое в приготовлении блюдо, которое просто влюбляет в себя. Как говорится, в Каталонии все по-каталонски, а не по-испански. Особенно это касается еды. Кухня Каталонии рассчитана и на туриста-гурмана, и на любителя простой, но вкусной еды. Овощи являются важной составляющей кухни Каталонии. В больших масштабах они выращиваются в местных окрестностях. Это томаты, артишоки, лук, капуста, красный перец, картофель, фасоль, чеснок. Лук особо ценится в каталонской кухне. Здесь даже существуют фестивали и соревнования, посвященные луку. Фрикандо – это еще одно типичное блюдо Каталонии. Это тушеная говядина или телятина с грибами в соусе. Это блюдо особенно распространено в горных районах региона. Говорят, это очень вкусно. Сочетание свежего, хорошо приготовленного мяса, лесных грибов и лукового соуса. Это одно из любимых блюд моего мужа. Перейдем к десертам. Этот десерт называется «Крема Каталана», что так и приводится «каталонский крем». И, наверное, это самый традиционный рецепт Каталонии. Он готовится из молока, сахара, яиц, корицы и апельсиновой цедры. И самый вкусный лично для меня в этом десерте – это корочка сверху, которая делается из сахара. Это очень вкусно. Еще один десерт родом из Каталонии. Называется «Миэль и Мато». Это свежий сыр с медом. Этот свежий сыр очень похож на наш творог. И это тоже очень вкусно. А этот десерт называется «Десерт музыки» или «Десерт музыканта». В прошлые времена он был сезонным, осенним десертом. Сейчас же его можно попробовать в любое время года. Десерт состоит из обжаренных орехов и сухофруктов, состав которых может варьироваться. И сладкого десертного вина – муската или мистелла. Это очень простой, но в то же время сытный десерт. И сочетание десертного вина с орехами и сухофруктами действительно приятное. А само название, говорят, произошло от подарка, сделанного странствующим музыкантом, которые ходили по городам. Хотя также могло относиться к тому, чем перекусывали музыканты и участники шоу перед выходом на сцену. На этом я хочу завершить мой сегодняшний рассказ о каталонской кухне. Но хочу сказать, что это еще не все блюда местной кухни, которых на самом деле довольно-таки много. Поэтому продолжение следует. Постараюсь подготовить для вас продолжение этого выпуска. Всем спасибо за просмотр, за то, что вы были со мной. Пожалуйста, поддержите меня лайком и подпиской. Всем спасибо и до скорого. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»